Почти три месяца в нашем городе срываются сессии городского совета. По разным причинам 19 из 34 депутатов блокируют работу исполнительной власти. Как следствие, более полусотни жизненно важных вопросов для громады остаются нерешенными. Ситуация на стратегически важных предприятиях уже критическая. А областной совет начал отзывать миллионы гривен субвенций с большим трудом, выбитых в конце прошлого года. Сегодня мы не можем получить финансирование в связи с тем, что субвенция не принята. Есть вероятность, что мы дотянем еще пару месяцев. И так как у нас по дюкеру субвенция была забрана, как у нас уже больше 6-700 забрали субвенцию на той неделе. Нет, по там здраву нашел. В общем, еженедельно субвенции у нас забираются, потому что мы их просто не можем освоить и принять. На последней несостоявшейся сессии мэр Алла Гинак заявила о возможном распуске депутатского корпуса нынешнего созыва. На днях письма с изложением этой серьезной городской проблемы были отправлены Алле Гинак, губернатору Одесской области Максиму Степанову и главе Верховной Рады Андрею Порубию. Практически одновременно с этим обстоятельством депутаты-оппозиционеры активизировали свою работу на комиссиях, стали настаивать на проведении сессий и укороченной повестке дня. Но в таком формате сессия не состоялась, поскольку не решала частных земельных вопросов жителей города, также оставляя без внимания ряд важных проблем. 1 июня мы дали депутатское обращение большинством депутатов о том, чтобы создавать сессию по двум вопросам. Рассмотрение изменений к бюджету и поддержка коммунальных предприятий. И ждали, что 7 числа состоится сессия. Депутаты собрались по комиссиям, отработали все вопросы, но, к сожалению, сессию так никто и не назначил. На сегодняшней встрече по инициативе оппозиционеров диалог между исполнительной властью Белгорода-Днестровского и группами депутатов был эмоциональным и сложным. Комиссия не предоставила документы по рассмотрению двух вопросов. Почему? Документы предоставили. Документы есть. Вы сессию назначили. Подождите, как вы не оставите документы. Вы назначите сессию. Вы должны назначить сессию. Конечно. А не ссылаться на то, кто где что не сделал. Смотрите, были очередные сессии. Где вы были? По уважительной причине вы были? Да и мы по уважительной причине где-то. Где? У вас есть голоса, вы написали письмо. А чего вы просите? Вы пишите, прос ему созвать сессию. Да спроводите ее, кто против. Ты старший, подписывай распоряжение. Да возьми на себя политическую ответственность. Подпиши распоряжение. Проведи сессию, подпиши решение. Если вы сессию не проведете сессию, хватит просить, уже хватит скулить. 14 дней процедура. Послушай меня. Никто не будет переброшать на выполномочия. Была сессия. А чего вы не пришли? Где ты был? Где ты был? Я занят в дне всего. Вы хотите, чтобы исполнительная власть работала? Обредите ей вот теми решениями, которые есть в проектах. Нужно продавать землю. Исполнитель у нас говорит, что нужно. Вы путем принятия решения говорите, что не нужно. Хорошо. Вопрос закрыли. А вы как-нибудь емся к катанию. А подождите, я не выяснил. Хорошо. Вы считаете, что не нужно продавать. Вы не против, потому что это ваше полномочие. Когда мы должны ставить вопрос, каким образом пополнять бюджет? Продавать коммунальные собственности, либо не продавать. Оптимизировать расходы. Вы должны определить. Продаем, значит, включаем в перечень объектов, проводим процедуру. Не придаем, убрали в сторону. Значит, пускай дальше рушатся объекты. Или мы должны понимать, что мы должны с ними делать. Постанавливать. Объекты вам нужно делать денег, если не продавать. Поэтому, исходя из ваших решений, исполнительная власть будет работать. Секретарь городского совета акцентировал на том, что выводов в протоколы заседаний депутаты не вносили, оставляя их на рассмотрение сессий. Начиная с марта месяца, к сожалению, многие простые вопросы стали заложниками политических спекуляций, противостояния разных политических сил. Потому что, когда сегодня наши коллеги говорят, давайте соберем сессию, выйдем, все утвердим, то у нас уже не единожды было, когда создавалась сессия с марта месяца, вопросы проходят на постоянных депутатских комиссиях с формулировкой на розгляд сессий. То есть комиссия депутатская, депутаты, которые сегодня здесь громко заявляют о том, что они поддерживают, они не могут прямо на бумаге, как положено по закону, написать, поддержим или не поддержим. У них все на розгляд сессии. И когда мы выходим в сессионный зал, этот розгляд сессии превращается в то, что они не голосуют. У нас все выставки депутатских комиссий, в основном, бюджетные, земельные, все на розгляд сессии. И мы приходим сюда, все говорят, да, до сессии, приходим сюда, с кем-то не договорились, не нашли общий язык, кто-то не получил свой кусок пирога с бюджета, все, человек не голосует. И вот у нас сегодня тех, кто не голосует, на один человек больше, нежели тех, кто голосует. Голосует во благо города. Понимаете, вот и все, вот эта политическая революция. В ней нет ни партийной, ни политической принадлежности. Здесь есть коростная, личностная. Она уже прослеживается в течение трех месяцев, и здесь больше. По словам профильного заместителя мэра Альберта Алтухова, бездействие депутатов привело к потере миллионных субвенций из всех сфер города и огромной задержке многих серьезных проектов, таких как газификация и ремонт улицы Шапской. Мы сегодня выходим на тендер очередной раз, но деньги эти принять мы не можем. К 1 мая водоканал был обязан закончить уже работы по улице Шапской, замена сетей воды и канализации. Они провели тендер свой, у них есть деньги, но они не могут оплатить. Программа финансовой поддержки предприятия не утверждена, они оплатить не могут. Дальнейшие события вышли далеко за рамки дискуссий, показав противостояние депутатских групп. Альберт Анатольевич, стойте, покажите в документах, где улица Шапская. Альберт Анатольевич, присядьте, присядьте. Да, да. В очереди вас не было, мы записались. Ну, я могу схватиться в трибуну. Да, у вас был депутатский брифинг, да. Да, вот я... Спокойно, спокойно, колечко. Серёжа, Серёжа, Серёжа. Два депутата. Переслай депутата. Горько. Сделай. Сделай. Венис. Венис. Сиди. Сиди. Своё видение сути проблемы высказал депутат городского совета Сергей Круп, по мнению которого у оппозиционных депутатов присутствуют личные мотивы и несогласованность действий. Есть кадровый вопрос, все прекрасно знают, это секретарь совета. Почему они не могут сейчас определиться, что им делать? Потому что у них нет единого кандидата. Нет у них сейчас своего секретаря совета, потому что, ну, среди пяти украинцев три атамана, все прекрасно понимают. Второй вопрос, это бюджетный. Почему, например, депутаты, говоря, что бюджет не сбалансирован, пятое, десятое, не договаривают, что каждый из них хочет получить на свой округ деньги. И почему опять у них ничего не получается? Потому что на 19 человек денег не хватит. Вот причина, все очень просто. Внефракционный депутат Денис Кимин-Чеджи озвучил сегодняшнюю позицию 18 своих коллег. Мы свою позицию высказали, мы готовы прийти, отработать бюджет от А до Я. Секретарь городского совета Александр Ярошенко подытожил полуторачасовую встречу между исполнительной властью и депутатами городского совета, выразил надежду на проведение сессий уже в ближайшее время. Правда, Кермана ТВ.